Друзья, всем привет! Огромное спасибо всем, кто заглянул к нам на канал. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена. Со мной сегодня моя Сонечка, ее друг Козлик Плюшевый. Ну что, у нас сегодня распаковка, долгожданная распаковка с Wildberries. Кое-что мы сегодня забрали из покупочек наших. Кое-что у меня лежит целую неделю, даже больше. И я все никак не могла собраться, чтобы вам показать. Показывать один товар смысла нет. Хочется сразу несколько товаров, чтобы было видео подольше, более интересное, полноценное. Поэтому давайте уже приступим. Буду показывать, что мы купили. Немножко пошуршу. Так, вот такая у нас посылочка. Я ее уже открыла. Это сабельник? Так, у нас одну секунду. Немножко пошуршу. Купили мы вот такой сабельник, Соня. Это сабельник для нашей бабушки с дедушкой. Меня попросили родители заказать на Wildberries, потому что в аптеках нашего города, к сожалению, сабельника нигде нет. Нашли только в одной аптеке, в другом конце города. Цена там такая же, как на Wildberries. То есть стоил целый большой пакет. Здесь 150 граммов. Бабушка уже посмотрела. Здесь видно в пакете качество сырья. Бабушка посмотрела. 168 рублей стоила вот такая упаковка. Надеюсь, что хорош. В принципе, отзывы были, но отзывов очень мало. Ну, я думаю, что, в принципе, трава она и трава. Кому нужно, друзья, на Wildberries есть сабельник. Также, ну куда же я в летний-то сезон без ароматов показывала бы я вам, что я очень крепко подсела на арабскую парфюмерию. У меня уже есть представители арабской парфюмерии. Мне очень нравятся парфюмы. Девчонки у меня спрашивали, кстати, по поводу того, по поводу качества. Я все никак не могу найти время для того, чтобы снять видео. Видео непосредственно по качеству парфюма, по своим впечатлениям. Нравится, не нравится? Скажу вам так. Мне нравится, да, все, что я вам показывала, мне нравится. И я решила не останавливаться. Хочется еще. Вот такой парфюм. Это от Fragrant Worlds. Это такой же арабский бренд. Очень хороший. Мне нравится парфюмерия от этого бренда. Это копия, аналог на Versace Dillon. Дилан тот, который бирюзовый. Я забыла, к сожалению, слово бирюзовый по-английски. Но здесь он называется Diamond Blue просто, Versace. Цена этого парфюма была 1600 рублей. На Валдерисе покажу вам. Шло неделю. Продавец был, к сожалению, я очень переживала, потому что шло, наверное, неделю или две. Продавец не проверенный. Я у него еще не покупала. Но на пачке есть голограмма. Я не знаю, отсвечивает. Голограмма Fragrant Worlds. Тише, Соня. Голограмма Fragrant Worlds есть, что означает качество упаковки. Выглядит вот так у нас. Флакон. Да. Запах, аромат. Да, конечно. Приятный, очень приятный. Я уже открыла, попробовала, попользовалась. Держится классно. Аромат с оригиналом, ну, похожий, но не очень. Не совсем, не на все 100%. Оставлю я его на месяцок, наверное, в покое. Пускай оставается. Потом обязательно сниму видео, расскажу вам. Для поклонников Versace. Я думаю, это будет интересно. Вот такой парфюмчик. Здесь 100 миллилитров, как и все арабские парфюмы. Основная масса, они по 100 миллилитров. Также я заказала себе. Уже готовлюсь к сезону, к зимнему, к новогоднему, осеннему. Скоро уже необходимо будет свечи продавать в полном объеме. Не как сейчас. Поэтому начинаю потихонечку покупать пробные варианты моих ароматов. Для моих, вернее, для моих новых, да, свечей. Для моих новых свечей я уже покупаю ароматы новые для того, чтобы попробовать. Купила один аромат черешня, по-моему, или вишня и табак, табак и вишня. Очень приятный аромат. Он у меня остался в студии, потому что мы перед студией его забрали. Этот немножечко задержался, и я сюда его принесла, потому что мы его буквально там вчера забрали. Это клубника со сливками, 100 миллилитров, цена всего-навсего 500 с копейками. Да. 500 с копейками. Отзывы были на Валберисе очень хорошие на этот аромат. Производство написано «Франция», но не знаю, сомневаюсь, что за такую цену будет «Франция», потому что до этого я покупала ароматизаторы, стоили за 100 миллилитров где-то в районе 1000-1200. Здесь прям цена, прям, ну, очень бюджетная. Надеюсь, она, конечно, будет неплохая. Запах обалденный, отзывы хорошие. Будут у меня свечи со вкусом клубнички со сливками. Это как раз отдушка именно для свечей. Для мыла она не подходит. Хотя на сайте написано, что и мыло прекрасно, с ним букеты мыльные прекрасно, с этой отдушкой. Также, друзья, вы уже поняли, я поклонница Версачи, да? Купила теперь от Альхамбры у меня. Это Версачи Версачи. Тише, Соня. Это Версенси. Называется парфюма на... Тоже аналог... Аналог Версачи. Версенс, по-моему, если правильно я говорю. У меня никогда не было этого парфюма. Я всегда его обходила стороной. Всегда почему-то думала, что это мужская линейка. А сейчас покажу вам, почему я думала, что это мужская линейка. Даже вдыхала аромат, но мне он казался почему-то каким-то неинтересным. Именно в магазине. А вот последний раз мы с Сонечкой гуляли, зашли в Литуаль. И я, знаете, брызнула на блотер, распылила этот аромат и ушла с ним домой. Дома он раскрылся. Прям вот такой классный аромат мне показался на лето. Прям будет идеальным. И что вы думаете, я себе пришла домой и решила этот аромат все-таки заказать. Вот так выглядит флакончик. Очень тяжелая крышка. Прям вообще. Да, поюхать. А запах? Запах обалденный. Лимончиком. Просто обалденный. Но я попозже расскажу. Об этом аромате стоил он 1300 за 100 мл на Валдессе. Опять же, у разных продавцов он стоит по-разному. Я в этот раз купила у проверенного продавца, которого не раз уже покупала парфюмерию. Также здесь аннотация на русском языке есть. Зарегистрирован парфюм в системе Честный знак. И также есть голограмма от Альхамбра. Подтверждающая полностью, подтверждающая, что это оригинал парфюмерии. Также вам скажу так, о арабской парфюмерии, как от подделки, которые там где-то в подвале делают, у них всегда места спайки. Обратите внимание. Выглядят вот так именно. Вот именно в одном месте. На всех парфюмах. Именно с одной стороны в одном месте. Также, друзья, заказала себе линзы контактные. Линзы контактные я уже показывала. У меня подробное видео про мои контактные линзы есть. Такими линзами я пользуюсь более 25 лет уже. Этой фирмы. Это фирма Bausch. Я думаю, что все, кто носит линзы, вам эта фирма известна. Хорошие американские линзы. Замечательные. Стоят всего-навсего на маркетплейсах где-то в районе 1200 рублей. То есть это бюджетно. Линзы на месяц рассчитаны. В упаковке 6 штук. Соответственно, упаковка рассчитана на 3 месяца ровно. Ну и также у меня продолжается подготовка к новогоднему сезону уже. Заказала форму для работы. У меня в прошлом году были бутерброды с икрой. Красной, с черной. Но они были большеватые. И очень многие у меня просили, чтобы я эти бутерброды... Ну, в следующий раз сделала бы поменьше, да подешевле многие хотели. Дайте вот это. Сейчас нет, это не дам. Это визит школечкиной. Поэтому я бутерброды... Думала-думала, как же мне удешевить. Естественно, я не могу работать себе в убыток. Нужно платить налоги. Нужно платить за услуги маркетплейсом. Ну и прочие расходы. Опять же, материалы мне не достаются бесплатно. Их тоже нужно покупать. Они стоят денег. За работу людям тоже надо платить, которым не работают. Поэтому... Друзья, я думала, как же мне сделать подешевле и выполнить просьбу моих любимых покупателей. Ничего интереснее, чем просто купить формы. Олечка мне положила. Это, я не знаю, те, кто знает, те, кто работает в сфере, маловарят, так круто, знает, наверное, Олю. У нее есть свой канал на YouTube. И вот не так давно она стала продавать вместе с мужем свои формы силиконовые. Открыли свое производство и стали продавать формы силиконовые на маркетплейсах на Валберсе, по-моему, только у них сейчас. Не знаю, насчет Озона. Положили вот такую визиточку. Формы отличного качества. Вот такая форма стоила, я не помню, по-моему, 800 или 700 с чем-то рублей. Но это очень хорошо. Качество у них идеальное. Здесь подписано, сколько грамм мыла. Что за форма? Очень удобно. Вот такие два бутербродика небольшие, по 45 граммов. Ну, такие классные. Картиночка, как формы использовать, все есть инструкции. Такие вот будут бутербродики классные. Да. Будем радовать своих покупателей. Ну, что, друзья, на сегодня пока вся распаковка. Да. Помню вашу просьбу. Вот мне тут пакетик. Бери, да, Соня. Помню вашу просьбу по поводу парфюмерии снять видео. Пока что Сонечка мне не дает это сделать. Вот честно вам скажу. Не очень удобно снимать. Сонька меня отвлекает. Ей нужно стоять рядом. Она пытается комментировать. Это неудобно. Потому что нужно сосредоточиться на парфюме, на своих ощущениях. И передать вам все, как я это чувствую. Не упустить никакой информации. Поэтому, как только, мои хорошие, у меня будет свободное время. Сейчас нормализуется погода. Сонечка начнет больше гулять. Я обязательно для вас запишу видео разговорное. Расскажу про парфюмерию. Потому что знаю, многие ждут этого видео. На сегодня пока все, друзья. Всем пока. До новых встреч. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok